Этот выпуск для тех, кто хочет подняться в небо и стать реальным пилотом воздушного судна. Здравствуйте! Добро пожаловать! Спасибо! Сегодня мы совершим тренировочный полет в авиамузее. Расскажет нам про этот проект, собственно говоря, создатель Сергей. Здравствуйте! Здравствуйте, Абонир! Три года назад мы увидели объявление о том, что в пермских авиалиниях в городе Перми происходит утилизация советской авиатехники и была возможность приобрести фрагмент легендарного самолета Ту-154. Самолет выполнял рейсы на протяжении 30 лет, а теперь ему дали вторую жизнь, превратив в интерактивный музей. Никакого картона и бутафории – все настоящее. Все детали можно потрогать и пощупать. Мое внимание привлекли кислородные маски, которые, к счастью, мне еще не приходилось видеть. В современном самолете установлены над головой пассажира подобные блоки. Этот блок пассажир видит с данной стороны и, конечно, без разного ЧП не видит его устройство внутри. Мы, конечно, можем показать, что там действительно расположились кислородные маски, что их укладывается на одну больше, чем есть в блоке кресел. И специально сделано это для того, если маленький ребенок на руках, чтобы ему досталась дополнительная кислородная маска. Во время экскурсии вы сможете почувствовать себя пассажиром первого класса. Узнайте, из чего состоит самолет, как выглядит аварийный трап и что в себе таит рабочее место бортпроводника. Сама кухня находится вот именно здесь. В нашем проекте представлен небольшой буфет. Этот буфет был рассчитан на обслуживание только членов экипажа, ну и немного пассажиров первого класса. Рабочие места бортпроводников, которые, конечно, да, конечно, они лишены определенной эргономики, подлокотников, подголовников. Но дело в том, что они рассчитаны на короткий период эксплуатации взлет-посадки. Остальное время бортпроводники проводят на ногах. И этим лимитирована высота каблука. Еще один интересный экспонат в музее – вот такой мобильный кислородный прибор, который используют члены экипажа во время разгизмонтизации. Ну, это сердце нашего проекта «Кабина пилотов», где мы совершим наш полет. А поможет мне в этом, собственно говоря, пилот-инструктор Владимир Альбертович. Здравствуйте. Мы знакомимся перед полетом с арматурой нашей кабины. Мы объясняем, как управляется самолет, на какие приборы во время полета надо смотреть и какие параметры полета надо выдерживать. Приходят ли к вам люди, у которых паническая атака самолетов, да, либо плохой вестибулярный аппарат? Ну, для этих людей у нас для успокоения имеются вот такие вот конфеты, называются взлетные. Это старые, добрые наши аэрофлотовские конфеты. В кабине пилота действительно создается впечатление настоящего полета. Благодаря компьютерной графике слышен звук турбин, чувствуются вибрации, а за окном невероятно реалистичные пейзажи городов. Но видом насладиться не получится. Нужно следить за приборами, от которых здесь разбегаются глаза. Теперь у нас подъем. Тянем штурманчик на себя. И с таким расчетом, чтобы у нас между первой и второй все задержали, больше не тянем. Красиво у нас убираются, фары выключаются, убираются. Над Челябинском наши гражданские самолеты не летают. Над городом у нас уже выполняют полеты. В основном в своей массе самолеты военной авиации, то есть шагов. Оказывается, все аэропорты выстроены по розе ветров. И чтобы выполнить посадку, самолеты делают круг. Авиалайнеры гражданской и военной авиации не должны пересекаться. Поэтому у них разные схемы захода. Снижаемся. Мне кажется, или мы косо-криво его посадили? Да. Ну, посадили его на правую половину полосы. То есть, в принципе, приемлемо? Ну, нежелательно, но приемлемо. Ну, а что? Да. Аплодируешь? Да. Осенью прошлого года на аэродроме Внуково организаторы проекта прикупили новый фрагмент. На сей раз Боинга. Поэтому совсем скоро южноуральцы смогут совершить виртуальный полет и испытать невероятные эмоции в современном самолете. Поэтому следите за новостями. Алена Павлова, Артем Большаков. ОТВ.